Здравствуйте, уважаемые зрители! Я надеюсь, что вы уже посмотрели программу «Диванные эксперты», где нашим гостем был Андрей Литунин. И тем более посмотрели программу, где нашими гостями были старшеклассники Саровских школ. Потому что сегодня мы будем говорить со студентами. Сегодня у нас с Мартином Сергеем Кубкиным три гостя. Три гостя говорящих и один гость зритель. Возможно, он тоже поддаст свой голос по ходу передачи. Итак, два второкурсника. Это Дарья Погребенко, второкурсница Саровского медицинского колледжа. Среди троих понятно, кто это. Второкурсник Саровского политехнического техникума. Ну или вы сокращаете это СПТ, да? Да, да. Это Владимир Русаков. Добрый вечер. И студент. Получается, шестого курса по старому, второго курса магистратуры, Саровского физико-технического института, сокращенного СРФТ, и Александр Буркадский. Как вы выбирали, куда вам пойти, учиться после школы или после девятого класса? Кто начнет? Ну, давайте я. Ну вот смотрите, в шестом классе, ну вот я учился в семнадцатой школе, и вот в шестом классе у нас проводили экскурсию по Саровскому политехническому техникуму. Мне очень понравилось, особенно когда я увидел станки, когда мне рассказали, что из себя вот это все производство представляет, ну и я сразу определился, что все, это мое, я пойду на производство. Шестой класс, значит было 12, ну 13 может быть лет, вот так. Ну где-то да, да, примерно так. После этого нужно было подождать седьмой, восьмой, девятый. Класс, да. И после девятого уже ушел. Да. То есть три года укреплялся мысль, что станки и работа в цехе, это твоя на всю жизнь призвание, да? В жизни, да, да. И какая профессия впереди маячит? Ну, смотрите, я сейчас учусь на технико-технолога, вот, и моя специальность в чем заключается? В технологии машиностроения. Ну, я создаю, ну, буду, точнее, создавать технологические процессы по изготовлению деталей машиностроения. Да, писать технологические процессы для того, чтобы изготовить ту или иную деталь, правильно? Да. Правильно. Так, Саша, у тебя ведь тоже технологии машиностроения? Нет, у меня прикладная математика и физика. А, прикладная математика и физика, это очень велико от производства, то есть это чисто наука. Ну, более фундаментальное что-то, да. И выбор был осознанный, идти, заниматься. Если рассказывать о том, как я поступил в Саровский физтех, то я могу сказать, что в седьмом классе у нас началась физика. Мне она очень понравилась. Где-то в восьмом-девятом классе я узнал, что есть российский федеральный ядерный центр. Буквально в сорока километрах от моего родного поселка. А, ты в Саровский матч? Нет, я иногородний. А иногородий какой? Из Ордатова, тут рядом. А, хорошо. А в десятом классе нашим школьникам, школьникам моей школы предложили побывать на день открытых дверей. На день открытых дверей себя было, да? Приехать в Саров. Я приехал в составе своих одноклассников. Мне очень понравились лаборатории, преподаватели. И в целом вуз, ну, как бы, я до этого не знал, что есть такой вуз в Сарове. И я понял, что я хочу работать в Сарове, значит, мне прямая дорога в Сархуты. И, в общем-то, недолго думая, я поступил в Сархуты. Ни разу чаровался? Ни разу даже не задумывался, что я сделал неправильный выбор. То есть, вот сейчас, получается, уже шестой год, да? Да. Шесть лет я в Сарове. Шесть лет уже в Сарове. Да, Шатри. Ну, вообще, то, что я хочу работать и, как бы, учиться в медицине, это я поняла, наверное, с самого-самого детства. Детсля? Ну, нет, наверное, сначально, может быть, школа. Просто вот было такое желание действительно помогать людям заниматься как-то в этой сфере. Потом я, когда у нас начались предметы физика, там, химия, биология, да, я уже точно у меня укрепилась понимание того, что я хочу именно в медицину. Я из Павлова, да, и когда я выбирала, куда поступать, у меня стоял вопрос Нижегородский колледж, также Саровский колледж. Ну, вот, по тому, как обучаются в Нижегородском и по рекомендациям, я вот выбрала все-таки Саровский еще. Стал такой вопрос, что здесь ученикам предоставляют общежитие, то есть мне предоставили общежитие, поэтому в Нижнем такой нет такого. Это сыграло решающую роль. И я вообще ни разу не пожалела, что поступила именно сюда, потому что мне здесь очень нравится, я вообще ни разу не пожалела. Прямо с самого первого курса, как начала здесь учиться, я поняла, что я там, где я должна была быть, и вообще преподаватели, сама группа наша, такая атмосфера, обстановка в колледже, то есть я вообще очень рада. Сейчас в соцсетях идет такая дискуссия, ну, я не имею в виду на сайте ЗАТО новости, а может быть и там тоже, что одни говорят, важнее получить профессию в руки, другие говорят, нет, корочки о высшем образовании, третьи говорят, нет, мне нужно ни то, ни другое, ни третье, нужно иметь хороший тыл, который тебя пристроит на теплое место, и будешь всю жизнь счастлив. А как вам кажется, что в приоритете у современных молодых людей на этапе выбора, куда идти? Вообще, мне кажется, это не зависит от среднего или высшего образования, потому что вот, ну, как бы, даже со средним образованием можно пойти достаточно далеко, если ты действительно специалист хороший, если ты действительно, ну, профессионал и знаешь свое дело, и если ты выучился на среднем образовании и потом, ну, хочешь повышать свои знания, да, и еще больше расширить, да, соответственно, это высшее образование, оно даст какие-то преимущества, но я считаю, что среднее образование тоже дает много возможностей, да, средне-специально. Просто средняя школа. Просто средняя школа, да, я имею в виду технику, мои колледжи средне-специальные, все равно, ну, зависит все-таки от человека, все, как ты учишься, как ты воспринимаешь знания, как ты их применяешь в жизни, и много возможностей. Володя, я вам чувствую его распиральность, хочется, кстати, стесняется прервать. Да, да, конечно. Ну, вот, если вы хотите знать мое мнение, то все-таки мне кажется, что лучше в техникум пойти, и сейчас... Чем куда? Чем в ВУЗ или чем в 10-й класс? Чем в 10-й, 11-й класс. Ну, вот, сейчас я объясню, почему. Вот, мне сейчас 18 лет, я учусь на втором курсе, и я уже в этом году получаю образование, ну, да, формальное образование контролера ОТК и токаря. Да. Вот. Ну, и, соответственно... Ты можешь в любой момент бросить учебу, а перейти к контролеру ОТК и либо встать к токарному станку, правильно? Ну, в теории, да. Сначала надо производственную практику пройти, чтобы меня там заметили, так сказать, проявить себя. А потом, да, в теории это возможно. Я вот немножко, ну, соглашусь, конечно, то, что профессия получается быстрее, да, но у меня такая достаточно интересная история. Мне будет 19 лет, хотя я учусь на втором курсе, я пришла в колледж после 10-го класса, то есть не на базе 9-ти, а на базе 10-ти классов. И у меня есть опыт, то, что... Ну, я пошла в 10-й класс. И я знаю, как в 10-м классе, я знаю, как в колледже, поэтому, ну, мне не понравилось. Я поняла, что я теряю время, я понимаю, что личные обстоятельства на это повлияли. И я поняла, что я хочу среднее образование сначала получить. И у меня есть вот как бы с чем сравнить. И, ну, наверное, проще, чтобы понять свою профессию, чтобы вот как-то больше определиться. Я бы, наверное, тоже советовала сначала получить среднее образование. Среднее специальное? Среднее специальное образование. Я думаю, что нужно закончить 11 классов, потом поступить в бакалавриат, а потом в магистратуру. Потому что, ну, в небольшом возрасте, там, 17-17 лет, человек, может быть, еще не знает, что он хочет. У него нету хорошего представления, вообще, что есть в мире. И выбор бакалавриата и магистратуры позволяет отсрочить выбор того, кем ты хочешь стать, где ты хочешь работать. И вот за эти 6 лет ты можешь поездить по России или еще куда-нибудь съездить. И в твоей голове сложится более правильное представление о мире и ты найдешь свои цели. Сможешь поесть, если у тебя деньги будут. А деньги будут, если ты сможешь работать и зарабатывать. А если ты просто учишься и познаешь Россию или мир, то кто же тогда ее не кормит, поет и возит? Я думаю, что современное образование, по крайней мере, в нашем филиале МИФИ, но очень хорошее и позволяет за счет института, за счет каких-то других организаций. А, участвовать в каких-то проектах или будучи активным студентом, ты вот так ездишь, да? Потому что я вот каждый год езжу на несколько мероприятий, но в основном в Москве проводятся они. А ты не боишься, что спустя 6 лет выяснится, знаешь, как это говорят, пришли на работу, забываете все, что мы у вас учили в институте, потому что за 6 лет устаревают эти знания, что через 6 лет ты выгуляешься, и возможно... А вдруг вообще твоя специальность, которую ты получил, будет не нужна? Ну вот нейронные сети продвинутся так далеко, что твоя предкладная штука, математика, да? Предкладная математика. Да, выяснится, что она не нужна, что все это делают там нейронные сети, роботы и все прочее. Ну вот в этом как раз и плюс нашего института, что с третьего курса вы проходите практику в каком-нибудь отделе в ядерном центре, и фактически зачастую те студенты, которые проходили практику в этих отделах, они потом туда и трудоустраиваются. Да, уже не говорят, забудь. Да, да. Пошли, быстро, чем мы будем работать. Все верно. Поэтому то образование, которое мы получаем в нашем вузе, оно, видимо, оно для работы самое то. Потому что мы с третьего курса этим занимаемся. Хорошо, давай. Такой неожиданный вопрос. Нет, я хотел просто сказать, допустим, ладно, завтра президент Российской Федерации подписывает турканцы, допустим, не перестает существовать, он сливается с чем-то другим, и внезапно ты оказываешься не там, куда ты хотел попасть. То есть выясняется, что там кто мне это больше не нужен, у тебя какое-то образование, и куда ты с ним дальше пойдешь. Я думаю, что образование бакалавриата, например, если рассматриваешь, когда ты закончил бакалавриат, оно позволяет перейти на другое направление, в магистратуру, совсем бы менять. А у меня это произошло? У меня есть истории. Мой одногруппник учился на кафедре квантовой электроники в бакалавриате, а потом поступил в МИФИ на ядерную физику, и заодно еще в Академию внешней торговли, на экономику. И он себя нормально показал, я думаю, у него будет диплом с отличием. И там это? Не знаю, думаю, что МИФИ-то там будет. А если вы уже закончили вуз, вас же научили учиться и в школе, и в институте, я думаю, вы затратите какое-то время и переквалифицируетесь. Слушайте, а я знаете, о чем хотела спросить? Про сказку о потерянном времени. Вот у Даши подзвучала фраза, я поняла, что я теряю время в 10-м классе. Мы эту сказку как раз у школьников наших и услышали, потому что вот Влад сидит здесь, и он и сказал тогда, что... А повтори, что ты сказал? Что я пошел, кажется, в 10-й класс, чтобы выиграть время. Чтобы выиграть время. Да, чтобы выиграть время как раз определиться, куда я именно хочу поступать. Но вот сейчас я соскочусь с тех слов, которые говорил раньше, и по нынешней теме высказывать. Я вообще считаю, что человек ничего не должен. Он хочет учиться в институте, там бакалавриятия... Бакалавриятия, да. Он идет туда. Он не хочет, он идет куда-нибудь в ПТУ, в МЕД. Не хочет ни туда, ни туда, он там сам как-то занимается. Не знаю, может у него родители, багажные. Нет, почему? Есть же люди, которые вообще без образования достигли высот. Допустим, вот человек увлекается условно, ну, с 6-го класса там, пишет картины какие-нибудь, музыку, рассказы, и потом добивается того со временем, что он начинает этим зарабатывать. Здесь же образование не нужно, здесь нужно чистое саморазвитие. Это духовное... Ну, он говорит о важности знаний, и да, я вот с ним, конечно, согласилась. Даже не столько знаний, сколько о многогранности личности тогда получается. Потому что, ну, знания это что, как краски смешивать, или как слова составлять в рассказе? Или как... Ну, это может быть и практические знания, то есть вот как бы все равно это навык, и он вырабатывается временем. Поэтому... Вот мне интересно, кстати, к вопросу о широте, как бы взгляда, о широте знаний. Настолько современная школа готовит к тому, что вы способны поступить... Ну, вот сейчас же полный спектр у вас представлен, да? То есть любой из вас мог бы... Ты из мат, ты, я не знаю, там, в мета, ты, в конце концов, там, на технологах. Могли вы так пойти по такому пути? Позволили бы вы полученные навыки в школе и знания реализовать себя в этих областях? Или все-таки все узконаправленно? Нет, я бы так не сказала. Вот конкретно, если брать, ну, свою школу, да, все равно, опять же, повторюсь, что все зависит только от человека, от самого человека. И когда человек говорит, что у меня не получается, я не могу, это не получается, потому что нет желания, скорее всего, чему-то научиться. Потому что когда я чего-то там не понимала, я садилась и занималась самостоятельно, искала какие-то ресурсы, что-то. То есть зависит только от тебя, как ты воспринимаешь эти знания, как ты их применяешь и так далее. Машина международного спрашивает, достаточно ли того, что вам давали в школе, для того, чтобы встать с чистого листа, сказать, так, сегодня хочу в мед. Нет, сегодня в мед не хочу, сегодня в политехникум пойду. А завтра, ой, нет, я в политехникум уже не хочу, пойду-ка я в сентябре. Ну, это правильно, поменял бы, это не на самом образовании. Настолько важна, соответственно, средняя школа в том, чтобы ты... Да, это его любимая тема, он все время подводит собеседников к кому, чтобы они сказали, да не нужна нам школа, да не нужна, сами все делали, сами все делали. Как вы потом научили учиться? Научили учиться в школе? Научили учиться, учиться научили, но приходилось много делать самостоятельно, скажем так. Володь, я соглашусь со словами Дарьи, но добавлю вот что. Вот если смотреть чисто нашу специальность, ну, моих коллег из группы, то нас бы школа не научила этому, просто потому, что там нет практики. По поводу научили учиться, мне кажется, это дело вовсе не школа. Вот такой вот интересный момент, мне кажется, от родителей, потому что школа в некоторых случаях, наоборот, желание учиться отбивает. Система оценок отношений учителей, порой, ну, зависит от учителя. Как бы тут либо самому пытаться выбраться из ямы, если голова светлая, либо родителям нужно наставлять своих детей на путь. Вот я абсолютно солидарна с тобой в этом плане, потому что у меня вот именно такой выбор был. Ну и кому из вас важно было услышать мнение родителей, поддерживающих ваше решение выбора? То есть когда вы сказали, так, мама-папа, или мама, или мама-бабушка, или папа-дедушка, я иду вот туда-то, учиться будут там-то, они сказали, о, молодец, поддерживаю. Вообще, ну, давай я о тебе. Я думаю, что мне была важна такая поддержка, ну, хотя бы потому, что если... Ну, скажи, кто родители у тебя? В профессии или где работают? А, ну, отец у меня закончил, ну, у него нет высшего образования, вот, а мать у меня педагог, ну, у него есть высшее образование. Вот, и почему было важно мнение родителей? Потому что если бы, как я думаю, я выбрал бы не то направление, могли бы быть какие-нибудь ссоры, а я от них напрямую же зависишь в финансовом плане. И он понимает, что есть период жизни, когда ты еще зависишь от родителей и от их хорошего отношения. А вот в этом смысле вот им двоим проще, они уже вывезли все из гнезда, и практически получили специальность и уже на подходе, да, для того, чтобы обеспечивать себя самостоятельно и не читаться с мнением родителей. Но пришлось уехать достаточно рано все-таки из дома, и на это тоже повлияли родители все-таки. Ты не можешь самостоятельно зарабатывать, особенно если ты несовершеннолетний. Но у меня вот этот вопрос такой достаточно остро стоял. Ну, ты не знали родителей еще? Вообще, я как бы не особо жаждала, скажем так, поддержки, потому что я просто сказала, я хочу, если я хочу, то я сделаю в любом случае, и это мой выбор, и это моя жизнь, и все. Если возвращаясь к теме ЛАДА, чтобы учиться, чтобы учиться, или как ты там сказал? Научиться-учиться. Вот, да, да. Я считаю, что это все-таки еще от учителей очень сильно зависит. Вот со мной как получилось. Я на первом курсе не очень любил историю, но у нас учитель по истории, он, грубо говоря, еще застал в советское время. А кто этот учитель чудесный? Можешь назвать его? Депутат, я думаю. Уконков Иван Павлович. Ага, не знаю, да. Вот. Ну, мне очень понравилось, как он преподавал историю, и я, собственно, заинтересовался ей. Вот. Также на втором курсе у нас был учитель с производства. Тоже он называется? Конечно. И приятно услышать будет творение и фамилию. Ну, я помню фамилию. Тачков. 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 Отлично. И вот он как раз нам рассказывал о производстве. Вот. И это еще более сильно убедило меня, что производство это мое. Вот разговаривая с вами, все-таки начинаешь испытывать некий оптимизм, все-таки выбираемся из этого всего. Действительно, наконец-то появились престижные рабочие специальности, да, когда люди там не кривят морду на то, что я сейчас не в институт, а вот пойду к станку работать. Действительно, появился осознанный выбор специальностей вот технических, да, специальностей, как это называется, младший персонал, да, у вас на выпуск. Я так понимаю, что это все равно цель дальше идти, да? Да, да, конечно. При этом, наверное, все-таки поработаешь какое-то время с сынской сестрой. Ну, возможно, да, я думаю, да, да. То есть вот эта ступенчатость появилась, наконец-то. Потому что раньше, 90-й годный черт, когда там вместо 300 вузов стало 3000, родители просто там снимали с себя последние одежды, пихали несчастного ребенка в этот безумный ненужный вуз, и вот он там через 5 лет выпускался ненужным специалистом, уходил потом на рынок работать. Сейчас, вроде бы как, все-таки что-то нужно? И было очень много юристов и экономистов. Да. Представим, надо их девать. Вот, кстати, этот вопрос об обыре родителей, почему Света этот вопрос задает, потому что родители не всегда могут правильно понять, а какая у вас требована будет специальность даже не сейчас, а спустя 3 года, 5 лет. Когда за тебя решают родители, они не всегда делают правильный выбор, потому что они опираются на свое собственное мнение, да, а когда у тебя есть свои чувства, свое отдельное мнение, ты начинаешь с ними, ну, в какой-то степени, может быть, даже конфликтовать. Ну, слушайте, я перебью. До начала записи вы говорили, что человек 16 лет не может делать осознанный выбор. Да, не может. Человек 15-16 лет вообще ничего не соображает, а дети вынуждены в 9 классе. Да, вынуждены. И я вам говорю, что я по наставлению своих родителей иду в 10 класс, чтобы поступить в ВУЗ, и после этого в 10 классе я понимаю, что я не там. И вот тогда уже просыпается мое внутреннее, и я делаю свой собственный выбор. Володь, а если будет возможность после политехникума, поработав немножко, пойти дальше в ВУЗ? Ну, чего, я согласен. Не, ну, потому что, вот, мне кажется, даже самый правильный подход, когда ты работаешь на производстве, встаешь на ноги, уже имеешь стабильный доход и идешь дальше по своей специальности, получаешь высшее образование и уже становишься не просто, ну, как говорится, рабочим, а уже прям настоящим специалистом. Это, мне кажется, даже... Возвращаясь к горизонтальной карьере, да, вот у Мартина еще одна любимая тема, это современные тенденции, когда человек строит карьеру не поднимаясь вверх, а расширяя свои возможности. Вот что самое интересное, в нашем техникуме на этот случай также есть дополнительные курсы. Паров, швей или чего-то? Вот я же, как я говорил, что основная моя специальность это техник-технолог. Но я же еще дополнительно... Мастер ОТК? Да, не мастер, просто работник ОТК. Вот, собственно, это одно из этих. То есть это как бы дополнительный... Да, это уже расширение круга. В плоскости пока, пока, да? Пока в плоскости, да. И вот, в принципе, за 4 курса можно много чего изучить, если есть желание, если есть время. То есть можно и на ЧПУ пойти тоже. Мы на горизонтальный тоже вариант, согласен все-таки. Вот, можно и на этот, ну, тем же поваром, если... Конечно, вообще, у парней поварское дело, знаешь, как классно идет? Ну, да, кстати, у нас же целая группа поворок есть. Отличие в медицине вообще, в медицинском образовании, то, что среднее образование – это медсестра, и у нее свои обязанности, это отдельная, получается, профессия. А высшее образование – это может быть как медсестра, так и врач уже непосредственный. Поэтому это уже совершенно другие обязанности, другая ответственность. Саш, ну а ты в защиту САФТИ или вообще высшего образования что-то скажешь? Да, я хотел бы сказать, что заканчивая среднеспециальное образование, получая среднеспециальное образование, можно дальше убить сразу поузайцев. Поступив в бакалавриат, немного на другое направление, ну, не то, что ты закончил до этого. И при этом у тебя будет возможность и продвигаться по горизонтальному карьерному лифту, и по вертикальному карьерному лифту. Секундочку, 20 минут назад ты говорил, нет, надо закончить школу 11 классов, потом идти в ВУЗ. А теперь будешь получить среднеспециальное образование, получается лучше так. Так все-таки, как детям-то? Вот сейчас дети смотрят нас, в шеклассники, школьники, вот Влад даже уже слушает, да, и он уже не понимает, так ему куда вернуться-то? В программисты, в лингвистику, в повара уже, наконец, может пойти, да? И бизнес свой организовать, шаурмой какой-нибудь. Я с Владимиром Козинковым, кажется, не знаю, какой эмоциональный. А вот оказывается, что и та, и другая траектории неплохие. Потому что потом можно стать тем, кем ты хочешь. Выбирай и первую траекторию, и вторую. Да, мне просто интересно, вот ты говоришь, тем, кем ты хочешь, у тебя есть вообще опыт общения с подобными людьми, насколько вот действительно это возможно? Потому что есть инертность сознания, люди иногда застревают. Ну что же, я вот 6 лет получал, как бы, да, и уже и практику прошел. Как вы говорите, потеря времени, я уже 8 лет в этом бизнесе. Неужели я сейчас вот возьму, все брошу и куда-то уйду? Много ли примеров, ты знаешь, может быть, своих вот нынешних, наверное, коллег, которых ты встречаешь теперь на практике, которые реально резко поворачивали свою жизнь и выбирали что-то другое? На самом деле я знаю не очень много людей, которые заканчивали, ну, получили среднеспециальное образование, потом пошли уже в бакалавриат, в магистратуру, вот, и, ну, чуть побольше людей, которые закончили бакалавриат с одним направлением, в магистратуру уже поступили на другое направление, там, в другой вуз, вот, и есть даже люди, которые там уже по взрослому возрасте, там, которому больше 30 лет, они заново поступали в магистратуру. Совсем по третьей профессии? Да, да, да. Ну, вот, как они там дальше учились, я не знаю. Отлично учились, я хочу показать. У нас лично в группе учатся люди, которым 30 плюс лет, там, 40 лет, есть люди, которые учатся, и, то есть, это адекватно. Ну, как они, блестяще учатся? Ну, это зависит от человека, тоже все-таки совмещать личную жизнь, да, все-таки у всех уже дети к этому, да, и дети, семьи к этому возрасту, и, ну, достаточно сложно совмещать, но все равно кто-то постоянно ходит, кто-то пропускает, совмещает, но люди учатся, они приходят и получают образование. А как у нас Едунин сказал, что 4,8 баллов у абитуриентов в политехникум? Это правда? То есть, 4,8 – это почти отличники у вас там должны быть? Да, вот я, даже если брать нашу группу, у нас очень многие это были практически отличники. А у вас? В нашей группе. Ну, у нас как бы тоже конкурс такой маленький, вот особенно, когда я поступала, достаточно были высокие баллы при поступлении, и многим пришлось поступать не на бюджетное, а на платное. Вот, сейчас побольше расширилось количество бюджетных мест, поэтому попроще немножко, но так как у меня красный аттестат по окончанию, у меня не состояла в этом проблемы, да, я поэтому могла поступить в любой. Саша, у тебя какая ситуация? Ну, у нас поступали не по среднему баллу, а по результатам ЕГЭ, ну, у нас полгруппы медалистов было. Конкурс везде, в общем, очень большой, да. Ну, что-то попроще все это на следующую. Как ты их сегрегировал, как ты ралов. Мы с вами так самым баллов, с вами встретились такие все светлые, со светлыми лицами, с такими умными глазами и с хорошей перспективой, на самом деле. Завершая наш разговор, я хочу прочитать вам одну фразу. Есть у нас вот такая фишечка в программе, мы предлагаем цитату какую-то и вы говорите да, да, нет, нет, согласен, не согласен, но очень лаконично. Примерно такая, так же лаконично, как сама фраза. Сенека заметил, выбирать можно только между лишними вещами. Между лишними вещами. Выбор между лишним. Между тем, что тебе не нужно, по сути. Значит, у человека вообще нет выбора? Что вы скажете? Просто короткий комментарий по этому поводу. Можно? Программа выбора. Да. Я скажу. Я думаю, человек всегда всего очень много хочет, а время, оно ограничено, и нужно тогда определиться, что для тебя наиболее важно, и отказаться от того, что наименее важно. Ну, я считаю, что выбор есть всегда, и человеку случайно ошибаться, он может попробовать одно, попробовать другое, и понять для себя, что для него важно. Поэтому нет ничего лишнего. Все, что человек делает, все как-то повлияет на него, что-то ему даст в любом случае. Вот я тоже не согласен с этой цитатой. Я тоже считаю, любой выбор, это прежде всего выбор человека, и он приведет тебя к какой-то дороге. Неважно, к светлой, к тупику. У тебя всегда есть возможность, если что, вернуться назад, опять к новому выбору. Начать сначала, да, я согласна. Ладно, ты скажешь. Да, в принципе, я с Александром не хочу согласиться. Очень длинная мысль. Но, с другой стороны, я знаю теорию, относительно которой можно согласиться с этой фразой. Она гласит, что все в этой жизни делается либо со скуки, либо со страсти, либо с бедности. Вот как-то так. И, в принципе, тогда получается, что человеку выбирать нечего, он просто идет и делает, потому что такая-то потребность, такая-то потребность. Это не его выбор, это какой-то подсознательный зов. Тогда, может быть, может быть, эта стата работает. Но с ней не согласен, эта теория не притяжена. Конец. Конец. На этом мы ставим точку в нашей сегодняшней беседе. Я благодарю наших гостей, студентов Саровского медицинского колледжа, Саровского политехнического техникума и Саровского физико-технического института. Я думаю, что старшеклассники, которые посмотрят эту программу, задумаются о том, а у них какой выбор. До встречи в программе «Диванные эксперты». И мы, Сергей Марксин-Казукин, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...